Где она там, это имеется в виду в аэропорту, кстати, на взлётной полотенце, это когда самолёт на посадку уже решили, что ли? Я думаю, на предыдущем месте. Места стоянки воздушных судов, то есть где воздушные суда, перрон, да, где воздушные суда паркуются к аэровокзату, где происходит загрузка воздушных судов, чтобы никто не повредил, никто не подошёл, никто никакую закладку не сделал, понятно, да? Значит, мы можем сшивать до 16 камер сверхвысокого разрешения, ну, то есть в едином картине. Вот тот самый вопрос, это как раз, когда на посадку, вот это, служба управления движением, сейчас же вышел стандарт по авиационной безопасности, и это оттапных раз. Да, то есть наш конкурент сшивает 8-мегапиксельные камеры. Мы сшиваем 30-ти мегапикселей, до 16-ти штук, то есть это огромная картинка получается. Видеоаналитика справляется? Видеоаналитика у нас есть на камерах до 16-ти мегапикселей. Видеоаналитика внутри камеры? Да. Справляется? Да. Скажите, зачем вам, вот в аэропортах вы говорили, да? Вот и вы оцениваете? Вы оцениваете обстановку в аэропорту, говорите, да? Ну, скажем, взлетная поля, да, вот где-то эти примерно зоны, да, охраны. А для чего там видеоаналитика? Там достаточно не просто обдружение, а без вести все. Я понимаю, проход людей, вот туда нужны действительно виды видеоаналитиков. Контроль, доступ, а тут, да, это понятно. А здесь-то для чего? Да, есть два вопроса. Абсолютно правы. Начали мы с периметра. На периметре видеоаналитика необходимо. Это однозначно. Никто не будет спорить, правда ведь? Да, то есть очень здорово, когда камера сама определяет, человек это или автомобиль. И дает такой же сигнал, как система охраны периметра. То есть оператор на 100% уверен уже в этом случае, что к нему проникли. Да, если мы говорим про перронки, конечно, видеоаналитика там не... Это не панацея, да, то есть... Но видеоаналитика интересна, когда вы, например, хотите найти в архиве, когда у вас ходили люди в конкретной точке перроны. То есть вы выделили эту конкретную точку и сказали, вот я знаю, что там прошел какой-то человек, который не должен был там пройти за временной интервал в 4 часа. И система вам моментально нашла этого человека, когда он там ходил. То есть вы... То есть он это другая. Ведь вы сказали, что это взлетный полик, понимаете? Это один, а один. Неважно. На взлетном поле у вас вбили человека. Вы хотите найти... Скажем, беретный контроль. Вот тут, да. Скажем, аналитика нужна, действительно требуется повышать стоимость, если вы взрослой в несколько раз. А на взлетном поле, в чем смысл? На взлетном поле важна детализация, в первую очередь. То есть качество этой картинки. Согласен с вами. То есть аналитика там не необходима. Но если она там есть, это хорошо. Это верно. Только повышая стоимость в несколько раз. Кто это будет, заказчиком платить лишние деньги? Я вам объясню, если вы посадите сто операторов, вот взрыв-дома-дедово, вспомните. Сколько, как вы думаете, службы разбирались, ФСБ разбиралось, как зашел туда человек со взрывным оружием? Сезонно. Неважно. Неважно. Они просматривали видеозапись два месяца. Это не один человек делал. Это делало порядка 60 человек. Они просматривали видеозаписи в течение двух месяцев. То есть сколько времени они потратили. Огромное количество. Если бы у них была видеоаналитика, они бы кликнули на этого человека и сказали, я хочу знать, где он ходил. У вас система автоматически подфильковала. Я чуть немножко не думаю, а чем отличается эта видеоаналитика от, положим, каких-то софт-вредных программ, типа... Да. Ребен, софт. Да, расскажу. Ну, во-первых, ложниками, да. Почему я к ложникам впервые обратился, да. То есть, видеоаналитика, то есть, оператор стоит от видеоаналитики, когда она дает ложники. Он, в конце концов, перестает ее смотреть. Знаете, я приехал в аэропорт Шереметьево, поговорил с этим директором, и я спросил, а вы используете ту видеоаналитику, которая у вас есть? Как вы думаете, как вы ответили? Нет. Почему? Ну, потому что она на базе софта, а не буду говорить, как вы. Это первое. Второе. Когда вы используете софтуру и видеоаналитику... Идите, можно сразу вопрос. То есть, это фиговый софт? Это фиговый софт. Это невозможно ли добавить... Да, отвечу сленгом вашим же, да, это фиговый софт. Вот еще я хочу один вопрос, ну, как бы уточнить. Поскольку вы коснулись вот этого аэропорта, я вот как раз проводил исследование, ну, тоже в Пуково, вот это и там растерение, и служба управления воздушным движением, и служба вот этой транспортной безопасности, где камеры должны по 969-му это все сертифицироваться. Вот поскольку вы сказали о вот этой панорамной камере, и вот этой видеоаналитике, да, там же вот вышел стандарт по этой самой авиационной безопасности, ну, по-моему, не 16-го года, или конец 17-го, ну, это самое. Там как раз что-то, как на взлетной полосе, вот в таких вот требования к этим камерам. Ну, там есть, во-первых, количество кадров в секунду, во-вторых, линейное разрешение. То есть я тоже самое могу привести там стадион, например, в пример, да, то есть на стадионах, например, тоже есть приказ 1092, там четко ограничивается количество, то есть линейное разрешение на последнем ряду трибуны, должно быть не хуже 250 пикселей на метр. Что это означает? 250 пикселей, ну, в России, к сожалению, вообще нет понимания, что такое детекция, что такое распознавание, да, то есть на законодательном уровне, да, к сожалению. Но в Европе есть Е, Е-54 закон, на свой правиль, да, то есть, соответственно, в этих Е-54 описано, что распознавание это 250 пикселей на метр. А там 6, еще и экспенсируют. Идентификация, извиняюсь, идентификация 250 пикселей на метр, распознавание 125 пикселей на метр, детекция 80 пикселей на метр, ну, и так далее, и тому подобное, да. То есть в России таких правил нет, но есть там подзаконные акты, законы, касаемые каждой вертикали, в аэропорту то же самое.